В начале позапрошлого столетия эту улицу называли Сенной, по названию находившегося здесь Сенного рынка. Потом она станет Соборной, Новособорной, Кооперативной и, наконец, в 1948 году превратится в Молодогвардейскую. И все эти годы на этой улице кипела жизнь. Кто-то с кем-то встречался, расставался, кто-то на что-то надеялся и в чем-то разочаровывался. Вот об этом мы и расскажем сегодня. А поможет нам в этом вот эта улица. Здесь экипаж продается. А что ж ты не свистел? У кого горит-то? И закружится день. Как любимое блюдце выскользнет прямо из рук. Немногочисленные газеты, выходившие в Самаре в позапрошлом столетии, пестрели объявлениями, приглашавшими горожан купить в магазинах и лавках на Соборной улице, оконное стекло, москотельные кондитерские товары, мебель, зеркала, сенокосилки и многое-многое другое. Кажется, не было на свете ничего такого, что нельзя было бы купить здесь, на этой улице, которая прекрасно была знакома с тем, как шуршат купюры, пересчитываемые торговцами и покупателями. Механическое заведение «Флекель» в доме Шхабаловой на углу Соборной и Заводской принимает всяческие медно-чугунно-литейные работы, а также изготавляет и ремонтирует старые экипажи. Производится ковка лошадей. И здесь же, на Соборной, в доме Шахабаловых, размещалось торговое представительство акционерного общества мальцевских заводов, предлагавшее покупателям оконное стекло, фаянсовую, чугунно-эмалированную и хрустальную посуду по фабричным ценам. А вот Самарский склад пива и вод торгового дома наследников коммерции советника Александрова, помещавшийся в этом же доме, приглашал покупателей за пивом нескольких сортов, а также за водой сельтерской, ягодной и фруктовой, как местного, так и казанского производства. Кроме того, покупателям предлагалось купить масло льняное и конопляное, а также оберточную бумагу и картон. Весенние и летние товары в магазине Сурошникова. Железо со склада господ Балашовых. Краски и обои у Плеханова. Молотильные паровые гарнитуры Генриха Ланца. И еще многое-многое другое. С утра до вечера, без выходных и без перерывов на обед. По этой улице спешили бабы с кошелками, ломовые извозчики со стульями и буфетами, посыльные с кульками и свертками. И все это вместе кричало, звенело, шумело и перемещалось от крыльца к крыльцу и с одной стороны улицу на другую. Широкой известностью в Самаре в конце позапрошлого столетия пользовался магазин Козьмы Головкина «Сына», размещавшийся на Соборной в собственном доме. Мебель, матрацы, мраморные умывальники, сундуки, венская мебель, качалки и прочее, прочее, прочее. Кровати для военных походные складные, самовары, мясорубки, а также детские возики и велосипеды. Но и это еще не все. Иконы и киоты, масло, настоящее и мазь для чистки металлов, стенные часы, воск, ладан, чай, кехтинский и сахар разных заводов. Отпуск товаров производится также по чекам общества потребителей Самара-Златоустовской железной дороги. Но не одни только покупатели сельтерской воды и фаянсовой посуды день и ночь шли и бежали куда-то по Соборной. Там, где шуршат купюры, пересчитываемые покупателями и продавцами и укладываемые в карманы, сейчас же появляются те, кто не прочь в этих карманах порыться и прибрать к рукам то, что плохо лежит. А потому рядом с объявлениями о продаже оконного стекла и стульев в газетах соседствовали объявления о новых кражах на той же самой Соборной. Так, в ночь на 13 января 1905 года из магазина Иванова на углу Соборной и Заводской, неизвестный, взломав замок, совершил кражу вина, чая и гербовых марок на сумму в 154 рубля. А днем раньше из чайной на перекрестке Соборной и Притеченской некто, назвавшийся Абдул-Валеевым, украл три подушки. Правда, уйти далеко ему не удалось, потому что вор сейчас же был задержан бдительным городовым, который доставил его в часть вместе с поличным. А вот караульщик лавок соседних с домом Чаковского на Соборной хоть и видел похитителей, выходивших из лавки мещанки Левитиной, но остановить их побоялся. И как его не упрекали позже и Левитина, и другие владельцы, чуть было не оставшиеся без части своего товара, никакие упреки толку не имели. «Жизнь дороже», – отвечал им караульщик и в пятнадцатый раз рассказывал, как было дело. «Ну, сижу я, значит, то есть вон за этим окошком. Вроде дремлю, а сам поглядываю. Месяц молодой, вся улица, как на ладони. Вижу, идут двое. Уверенно идут, ничего не бояться. Подошли, поддели замок ломом и вошли внутрь. Хотел я было засвистеть, да вовремя одумался. Да и не то, чтобы одумался, а так, приметил кое-что». Этим кое-чем и был лом в руках одного из похитителей, которого побоялся караульщик. Похитители вынесли из лавки Левитиной товару на сумму более трехсот рублей. Но, как ни упрекала Левитина караульщика, пенять нужно было только на саму себя. Понадеявшись на крепость замков, она не наняла собственного сторожа. А спрашивать с человека, который не получал от нее ни копейки, было делом напрасным. Днем 2 октября 1902 года, разбив стекло, неизвестные воры открыли окно запертой квартиры самарского мещанина Кононова в доме Суслова на Соборной и проникли внутрь помещения, в котором беспрепятственно хозяйничали до тех пор, пока не забрали все, что посчитали нужным. Когда хозяин явился домой, выяснилось, что ему нечем даже поесть, так как воры унесли все до единой ложки и вилки. Общий ущерб похищенного составил около 150 рублей. Впрочем, лишиться накопленного добра можно было не только от рук тех, кто был не прочь поживиться тем, что плохо лежит, но и от врага гораздо более страшного и беспощадного. Именно таким врагом были пожары, вспыхивавшие на Соборной и без всякого лома, уносившие и дома, и то, что в них находилось. Именно такой пожар начался около 7 часов вечера 11 октября 1902 года в лавке Егоревского мещанина Савоськина, находившейся в доме Кирилловой, где размещалось известное в городе ремесленное училище. Пожар произошел от неосторожного обращения с огнем, в результате которого вспыхнули кипы с ватой. Потушить пожар удалось только с помощью пожарной команды, а убыток составил несколько сотен рублей, что было тем более досадно, что товар не был застрахован. И в результате Савоськин остался чуть ли не голым. А у улицы и у тех, кто на ней жил, как и у тех, кто ходил по ней по самым разным делам, было достаточно своих бед и забот, чтобы сейчас же забыть о горе несчастного Погорельца. Тем более, что улица уже готовила им новое зрелище, на которое стоило поглазеть. Так, проходившая в шестом часу вечера 4 октября 1905 года соборная публика наблюдала, как мальчик, служащий посыльным в магазине Долгашова, тащил на себе непосильную нож, что-то около 50 пар сапог-бурок. Сапоги то и дело падали то в одну, то в другую сторону. Мальчику приходилось останавливать, складывать все на землю, снова взваливать на себя ношу и идти дальше. Неудивительно, что в конце концов мальчик все-таки недосчитал с одной пары сапог. И куда она делась? Потерял ли он ее по дороге? Или ее украл кто-то из сердобольных зрителей? Так и осталось неизвестным. Вот в чем можно было не сомневаться, так это в том, что владелец магазина, безжалостно изнуряющий ребенка, также безжалостно расправился с ним за потерю злосчастной пары сапог домашними средствами. В воскресенье 8 августа, среди белой дня, на перекрестке Соборной и Притеченской, имела место следующая безобразная сценка. К торговцу квасом подошли две девочки, лет по 12-13 от роду. Обе в пьяном виде. Одна из них едва держалась на ногах. Торгуя у квасника бутылку с какой-то жидкостью, девочки на всю улицу кричали крайне неприличные выражения, кривлялись и безобразничали, как будто уже давно и окончательно опустившиеся проститутки. Наломавшись в волю, юные безобразницы отправились во двор дома по соседству, очевидно, в какой-то притон, сопровождая свой путь песнями и свистом. Шумное и бойкое днем ближе к ночи соборное стихало, чтобы завтра снова куда-то бежать, кого-то встречать и с кем-то договариваться. А наутро все начиналось сначала. Извозчики, городовые, зеркала, мебель и проститутки. А еще чай и сахар. Необыкновенное и обычное, печальное и радостное. Врач Аронсон принимает по сифилису мочеполовым и кожным болезням каждый день с 9 до 10 утра и с 4 до 7 вечера обращаться в Новособорная улица, дом Давыдовой, неподалеку от Алексеевской. Женщина, врач, Сакер Аронсон, принимает каждый день с 10 до 12 по тому же адресу. Доктор Колечко по ушным, горловым и носовым болезням принимает на Соборной 122 ежедневно. И совсем неподалеку аптекарский магазин Шумскер. Лекарства как русского, так и заграничного производства. Пудра и духи флаконами и в развес. Цены дешевые. И только те, кому аптека была уже ни к чему, могли обратиться в бюро Кудрявцевых на Соборной 121. Если, конечно, могли. Бюро принимало заказы на похоронные процессии всех вероисповеданий и предоставляло своим заказчикам существенные скидки, смотря по хлопотам и роскоши обстановки. Впрочем, бюро Кудрявцевых пусть пока подождет. А мы в следующий раз расскажем о том, как изменилась эта улица, превратившись в кооперативную. А пока и закружится день, как любимая. Блюдце выскользнет прямо из рук. Спины крыш, взгромозясь над витринами, превратятся в горбатых старух. Воложба ржавых спиц зашевелится, тормоша кружевную вязь. Сумосбродный тщеты рукоделия суеверно и кротко стыдясь. Завъюжит, занедужится, взмолится. И царапая снежность окна, пронесется рыдван с колокольцами из далекого милого сна. С вами был Михаил Перепелкин.